Сегодня о психологической и физической подготовке мы будем общаться с нашим гостем, вице-президентом Федерации Футбола и тренером Евгением Сорокиным. Сегодня он у нас в гостях. Это новости спорта. Меня зовут Лада Дудко. Здравствуйте, Евгений Эдуардович. Спасибо вам огромное за то, что вы откликнулись и пришли к нам на интервью. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно находиться на центральном студии города Одинсово. При этом давать такое интервью, которое связано с развитием детей, футбола. Это моя стезя и то, что мне нравится. Мне приятно здесь находиться. Начнем, пожалуй, с самого интересного. Вы тренер. И сегодня мы по большей части будем обсуждать, как я уже сказала, детей, их психологическую и физическую подготовку. Давайте начнем с самого начала. Какие возраста вы тренируете? Вообще моя карьера началась с самых младших возрастов. Я занимался 3-4 года до 5 лет. Как это началось? Мне именно понравилась эта работа в плане эмоционально-психологического состояния того же самого тренера. Как он на тренировке себя чувствует с такими маленькими детьми? И каким образом повлиять на них? То есть увлечь их? Ведь это очень трудно. Попробуйте просто с таким ребенком поиграть, чтобы он вас послушался. А тут группа, несколько человек. И вот их нужно определенным образом скоординировать, к чему-то направить. И это то, что мне нравится больше всего. Вы в прошлом футболист? Да, конечно. Я воспитанник Одинцовской школы. Я полностью здесь местный от начала до конца. И учился, прошел полностью подготовку в Одинцовской спортивной школе. Как вы начали тренировать? Тренировать или тренироваться? Тренировать. Тренировать. Ну, так получилось, что я карьеру закончила достаточно рано. Была травма. И, соответственно, мой тренер пригласил меня на тренировку. То есть кто тренировал меня? Пригласил меня помогать. То есть я, первое, посмотрел на это со стороны. Помогал где-то, знаете, фишечки расставить, где-то мячики принести. Ну, мне это нравится. А потом, впоследствии, стал уже перенимать от опытного коллеги эту науку. То есть ремесло и науку. И стал сам, сам практиковать. То есть первая моя группа, именно что касается отдельно в качестве тренера, были самые маленькие дети. Я вместе со своим коллегой Антоном Шинкаренко. Мы это начали в далеком 2012 году здесь, в Единцово. Да, мы уже достаточно давно работаем. Именно самые маленькие. То есть в чем смысл? Тогда с такими детьми не работал никто. А методику мы взяли в интернете. А вы первооткрываете? Да, как сейчас помню, мы скачали. Нам по почте, по почте книжку прислали из-за границы. То есть мы ее перевели. А там было как? Там было 20-30 сказок. Сказок в виде футбольных упражнений. То есть футбольные упражнения подаются видеть. Но сказки там были иностранные. Нам пришлось, как говорится, совместить и перевести на наши сказки, чтобы дети это понимали. И у нас это все зашло. Зашло, получилось. То есть мы считаем, что маленькие дети должны треноваться в игре. Никакими другими такими изолированными упражнениями, какими-то упражнениями линейными. Мы не сможем просто-напросто удержать их фокус внимания. Фокус внимания у таких детей держится только игрой. Интересной, веселой игрой. Ну и, конечно, тренером, который эту игру эмоционально увлеченно подает. Евгений Эдуардович, вот вы сейчас затронули как раз ту самую суть работы на тренировках. Скажите, пожалуйста, на вашем пути с чем вы сталкивались с самым трудным? Какая-то сложная сама игра в плане психологии, либо тренировка? Может быть, какие-то игроки трудные? Вот вы только что рассказали. Я понял вопрос, я понял ваш вопрос. А суть в чем? То, что вот работая около 15 лет, больше всего сложностей было с родителями этих детей. Поверьте, да. С детьми меньше всего было проблем. Как-то вот с детьми у меня как-то проще находились общие языки. А вот с родителями часто бывает вопрос. Объясню, почему я говорю о родителях. Потому что ребенок, особенно младших возрастов, зависит от родителей на 100, 300, 500 процентов. То есть что у папы в голове, да, как бы и в общении в семье, и у мамы, то и у ребенка. Я к чему? Сразу на психологию, раз у нас сегодня встреча связана с психологией, переключусь на такой психологический момент. Если, если папа и мама имеют какое-то негативное отношение к тренеру, какую-то старую обиду, какие-то там вопросы по оплате часто бывают. Конечно, это все переходит. Если это есть, до ребенка это доберется в любом случае. В быту невозможно скрыть это. Папа на кухне пришел с работы, съел за стол, мама ему делала обед, он ей об этом сказал, ребенок стоял в проходе. После того, как ребенок понимает, что папа и мама тренера не любят и не уважают, весь ваш педагогическая работа, весь ваш авторитет становится, помножается на ногу. Для того, чтобы этого избежать, необходимо плотно, тесно работать с родителями. Если, например, я объясню, почему родители сейчас так влияют. Если раньше, раньше, скажем так, влияние родителей было минимально. То есть к тренеру, чтобы подойти, какой-то вопрос задать, это, знаете, это было что-то такое, как вот, как кому-то серьезному, такому важному. Сейчас это уже стало как-то, да, так, много команд, часто родители оплачивают эти услуги, да, то есть, когда человек платит, он хочет как-то определенным образом влиять. Но скажу сразу, то что если родитель пытается влиять на тренировочный процесс, то не будет пользы ни родителю, ни клубу, ни ребенку. Могу сказать сразу, как это лечится, сразу, сразу прямо из практики, да, то есть обычно делается так. Когда родитель начинает кричать с бровки или во время тренировочного процесса, или во время матча свое там какое-то непонятное мнение о том, что нужно делать игроку, или там, выбей. Самое популярное, выбей, ну выбей, выбей. И вот кричит мама, кричит папа, и все кричит, выбей. А ему тренер говорит, разыгрывай, не дури, не разыгрывай. И он не понимает, что делать, у него такой резонанс в голове происходит. И у родителя, соответственно, у ребенка вообще диссонанс происходит. Лечится, объясняю как. Сперва культурная психологическая беседа, раз уж мы о психологии сегодня. Я часто предлагал одевать куртку нашего цвета, получать нашу зарплату и по нашему трудовому расписанию. А потом поговорим через месяц. Вставайте на мой документ, меня и рассказывайте. Да, давайте вставим и будем вместе наши книги читать, методику изучать, прочее, прочее. А часто после этого люди просто как бы уходили в себя. Ну вот, Евгений Дорожевич, мы вот прям плавно подошли к моему же вопросу про детей и про подход. Как выходить на площадку? То есть есть моменты разные. То есть какая-то игра очень серьезная, какая-то можно, грубо говоря, шапками закидать, что называется. Выйти расслабленно на поле. И как подходить с вашей точки зрения лучше? Более веселое у игроков должно быть настроение, более серьезно настроенное. То есть бытует мнение, что если ты на поле выходишь более расслабленный и с хорошим настроением, у тебя, грубо говоря, сразу летят травмы. Вот как вы на это смотрите? Ну, во-первых, дети до 18 лет, скажем так, до 18 лет делятся на несколько категорий, основных категорий. В первую очередь связаны эти категории с пубертатом и препубертатом. Вот в этом состоянии, когда взросление происходит. То есть дети до взросления, скажем так, ну, базовое, да, там, 5-6, потом 7-8, 9 лет, да, дети? Ну, уже пубертат у кого как, ну, где-то уже там 12 у кого-то даже уже начинается. Ну, а потом идут гормоны уже. Потом уже, да, совсем другая история. Я скажу о том, что нельзя, часто вот, опять же, тоже отсылаясь к родителям, там, будь агрессивней, будь, вот, там, выжги, забей, убей, там, вы, вот это. Нельзя это навязывать детям, которым еще 10 лет. Да у них адреналин просто не вырабатывается в той мере. У них тесторон в той мере не вырабатывается. Они еще не мужики. Ну, давайте в армию людей брать в 10 лет, выдадим им автоматы как бы. Ну, и что будет, они что, свежемешком 40 килограмм на гору поднимутся, правильно, там шухер будет и привет. Ну, я к тому, что все должно быть постепенно, да. Что касается футбола. В первую очередь важно вот это понимать, и мы часто это путаем, то, что дети должны играть для того, чтобы научиться играть, а не для того, чтобы все выиграть вокруг. Если тренер адекватный, современный, он читает литературу, изучает материалы, он понимает, что когда он выводит на матч 8-9-летних детей, то в первую очередь он должен дать им игру. Для него это урок, скажем, маленький экзамен, это игра. Он ведь работал целую неделю или какой-то период, а вот эта игра для него маленький экзамен, маленький срез его деятельности. Он может увидеть, что он делал до этого. Вот если такой подход, такой подход, то, конечно, никакой там агрессии быть не должно. Нужно ребятам объяснять, если тяжело, поддерживать. Вот, наверное, если вот так вот визуально, вы должны быть похожи на скалу. Вот скала, вот об нее волны бьются вот эти эмоциональные, да, там, ой, гол пропустили, вот, я там такой плохой, нехороший. Оп, там что-то не получилось у твоего лучшего игрока, он в слезах к тебе прибежал. Одна волна о тебе ударил, другая волна, третья, а ты стоишь как скала, и это дети должны видеть. Ты не должен срываться, извините, с красной мордой, там, рвать волосы на себе, из-за того, что там они проиграли крупно, и начинать на них это выплескивать. Когда я это вижу, у меня слеза просто наворачивается. И это говорит о том, что специалист мне доработал где-то на площадке, если он начинает сейчас во время игры, орать, кричать на этих детей, что-то там им пихать. Но, Евгений Эдуардович, согласитесь, не каждый тренер, вот сами только что об этом сказали, сможет справиться, когда на поле, ну, уже тебя игрок выводит, и он тебя не слышит. Опять же, делим все по возрастам. То есть, если тебя ребенок в 10 лет не слышит, ему там что-то дома наговорили родители, да, он действует по их установке домашней, тренер сказал другое, а мне мама сказала сделать так, да, там, или папа. Как с этим бороться? То есть, ну, в любом случае, если что-то не получается, как до ребенка достучаться? Не каждый тренер с этим может справиться. Находить общий язык, да, вы говорите про общий язык, но, опять же, находить общий язык надо на тренировках. Если общий язык на тренировках найден, то и в игре его проще найти. Если же на тренировках у вас с игроками не найден общий язык, то как же вы в игре будете ими управлять? При любой сложной ситуации у вас сразу начнутся непонятные какие-то действия. Ребята как бы, ну, просто бросят играть или еще что-то. То есть, все равно через тренировку. Почему тренер? Все через тренировку. Через тренировку. Опять же, по поводу нахождения общих языков. Если это детишки 4-5 лет, с ними одно. Веселые игры, максимум позитива, улыбка, поддержка, вот это все. Их, по большому счету, познакомить нужно с игрой, с мячом, с полем. Влюбить и познакомить. И познакомить, и влюбить. Если что касается уже ребятишек постарше, скажем, 7-8 лет, там уже начинается первоначальное разучивание. Но все равно это разучивание должно быть через игру, по моему мнению. Определенные подбираются. Игры уже более усложненные, связанные, более специализированные, связанные с футболом. И они уже превалируют над общеразвивающими играми, которые часто в самой младшей категории. Опять же, с ними тоже определенным образом находится общий язык. Если маленькие дети до определенного возраста, они ищут себе, например, кумира. У кого-то там Месси или кто-то еще. А когда они вырастают, например, плавно переходим уже к следующим возрастам, когда человек начинает себя осознавать как не Лео Месси, а как Иванова Ивана Ивановича, ему лет 13, он уже вырастает, он становится. Он уже не болеет за Месси, он уже болеет за Иванова Ивана Ивановича. Как я играю, как у меня получается обыгрывать, как у меня получается себя вести на поле, как я в коллективе и прочее, прочее. Сейчас очень такая проблема, знаете, очень много пабликов, вся эта информация о том, что футболистов противопоставляют целым командам. Футболисты это отдельное что-то. Криштиану лучше всех, Месси лучше всех. Как отдельная взятая личность, потому что это люди-легенды. Но ведь футбол не играют отдельно. Конечно, это командный вид спорта. Футбол играет в команде, и для того, чтобы эти люди добились таких результатов, на них пахали целое поколение людей. Здесь полностью согласны, да, не один человек не сможет что-то. И так вот, к чему мы говорим? Мы же говорим о воспитании. Так вот, основной, ключевой момент в этом воспитании, о том, что человек должен понимать, что такое команда, что он в командный спорт пришел. Он может быть индивидуально самый лучший, но он с другими ребятами не коммуницирует правильно. Начинает нос задирать или что-то еще. Команда от этого страдает. Вот это важно. Навыки коммуникации очень важны. Эмпатия определенная, да, как бы ты должен партнера определенным образом принять, и партнер принять тебя. Тогда это будет дружная команда, когда мы дружим, когда мы все вместе. А что такое дружба? Это когда мы все поддерживаем друг друга, и когда нам плохо, мы друг другу помогаем, в первую очередь. Вот я как раз об этом и хотела поговорить, про командное взаимодействие. То есть только что говорили про отдельно взятых личностей, игроков. Бывают и маленькие, наверное, скорее всего, ему 15 лет, он перетягивает на поле одеяло на себя. Говорит, я звезда, я забиваю больше всех. Как справляться? Как с этим работать? Опять же беседы, опять же определенные рычаги есть. То есть если, например, уже команда более взрослые ребята, уже под молодежку, то есть они уже понимают, что им не просто здесь интересно побегать на каком-то уровне. Если парень в 16 лет остался заниматься в футболе, то значит он чего-то хочет дальше. А если он чего-то хочет дальше, его нужно просто направить. Они часто не знают, они не умеют собой управлять, они даже планы не могут составить. Цели простые расставить. Вот этого не хватает. Мы стараемся вот это им додать. Потому что мало просто играть в футбол в современном мире. В современном мире надо уметь себя презентовать определенным образом. То есть где-то и телеграм-канал завести свой. Где-то еще вести какие-то регулярные тренировки, проводить. Самостоятельно работать, интересоваться, какие-то книги читать. То есть все должно быть вместе. Не просто ждать три раза или четыре раза в неделю, когда ты придешь, тебе тренер по голове постучит, и ты уйдешь и подумаешь, что ты футболистом какое-то время станешь. Да не станешь так футболистом никогда. Есть такой еще момент, и многие специалисты об этом говорят. Мы немножко перейдем от индивидуальности к командности. И от командности к индивидуальности. Ведь, по большому счету, командами в профессиональные клубы не берут. В итоге-то все равно берут игроков. Да, берут игроков. И тренеры младших команд, они взращивают игроков. Но выигрывает команда. Выигрывает команда. И вот именно что. Этот ребенок, который взращен, он должен пройти через эти горнила, через эти команды, пройти через общение в одной команде, потом через общение в другой команде. То есть вот этот момент. Вот эта вот социализация определенная должна пройти. Как ты в коллективе адаптируешься? На это смотрят? На это смотрят потом тренеры профессиональных клубов. Как ты вообще в коллективе? Может, ты пришел, ни с кем не поздоровался, ни с кем вообще не общаешься? Да, да. И на себя тянешь, и никому не нужно, руку никому не пожил. Ну, кому ты такой нужен-то, извини. Ну, вот самое интересное у вас. Идет такое переключение от одного возраста к другому. И расскажите, как вы действуете в разных возрастах. Какие-то у вас, может быть, и стимбилдинги. Как вы вот это вот общекомандное, внутрикомандное настроение, как вы его настраиваете? Ну, скажем так, все начинается со сбора на тренировку, да, как бы. Все начинается заранее. Даже вот если, например, в команде есть определенный чат, ну, разный чат, если там взрослые ребята, там, 18 лет, ну, уже, скажем, ближе к окончанию молодежного периода, да, уже, ребята. Я за несколько дней обязательно даю информацию о конкретном событии. Ребята дают обратную реакцию. Если какая-то идет ситуация, связанная, там, с семьей или что-то еще, ребята об этом мне сразу докладывают. То есть у меня строго. Первый раз любой человек может ошибиться. Любой человек. Я даю первому право на ошибку любому человеку. Второй раз я не даю никому. Вот так, никому. То есть, значит, если ты уже второй раз делаешь, значит, или тебе не очень нужно, или ты просто специально косячишь, или тебе что-то еще, как бы, у тебя другие цели и идеи, значит, тогда я реши эти вопросы, а потом будешь возвращаясь сюда на площадку. То есть я стараюсь работать с теми людьми, да, которые энтузиасты, которые, ну, вместе друг с другом могут что-то сделать. Для этого нужен определенный склад характера. Да, приходилось отбирать, приходилось выгонять. Именно уже взрослых. Детей не выгонял никогда, честно скажу. С детьми расставались только из-за родителей. Только из-за родителей. И чаще из-за денег. Вот, да, скажу честно. А вот что касается уже взрослых, там чуть-чуть другое. Там есть отношения людей, да, может быть, где-то не очень организованные люди к тренировкам. Там за час до тренировки написать тренеру, что я там приболел. Вот это, знаете, вот эти вот истории и прочее. То есть я это вообще не приемлю. Для меня важно видеть людей в команде, в работе, в коллективе постоянно. Мне не нужны какие-то суперзвезды. Мне нужны люди, которые будут просто регулярно работать. Дисциплинированные. Футбол длинная, это длинная история. Длинная история. Даже если у этого ребенка там или подростка, который будет со мной работать, не получится, к примеру, в футболе. Процент из академий, которые попадают в профессиональный футбол, это 0,05. Там в Европе. Там считают. У нас примерно даже меньше такой процент. Понимаете о чем? Но ведь этот человек останется в футболе. Ему будет нравиться это. Может быть, он потом вырастет, займет какую-нибудь должность, команду откроет или площадку построит. Ему будет это нравиться. Это тоже одна из таких психологических, даже, сказать, философских тем. Для чего мы вообще это все делаем, по большому счету, если у нас только 0,05 станет футболист? Для чего? А для того, чтобы их в спорте оставить. Потому что этот спорт был с ними по жизни до конца. Как бы там ни было. К спорту можно разным образом прилагаться. Кто-то станет журналистом, кто-то будет там скаутом, кто-то будет видеоаналитиком, кто-то просто болельщиком, кто-то, как я и сказал, команду детскую откроет, кто-то тренером станет. Основной показатель того, хороший тренер или нет, по моему мнению, это сколько он тренеров сделал. То есть сколько из его воспитанников стали тренерами. Вот как раз про воспитанников. Есть ли у вас сейчас взрослые уже ребята, которые, может быть, подписали контракты или играют во взрослых командах, с которыми вы поддерживаете связь? Я поддерживаю связь, да, есть ряд ребят у меня в ведущих клубах Москвы, Спартакеев, Динамо есть, но еще пока не доросли они. Не доросли. Так как я с трех же все-таки лет, да, как я начинал. Вот с того первого набора, с того первого набора, который был в далеком, там, в 12-м году, несколько ребят действительно у меня шагнули туда. И до сих пор родители пишут. И до сих пор. Мы вспоминаем ваши вот эти бомбы, ваши огурцы, ваши бананы, которые, ну, это специально название игр, которые мы делаем. Это самое приятное. Дети вспоминают. Уже игроки, вошедшие в другой уровень абсолютно, да, они вспоминают. Пока они маленькие, вот ты успел их зажечь. Если ты успел их зажечь, правильно зажечь. То есть они дальше по дому пойдут с этим. По большому счету, вот все удовольствие от этой работы для меня, опять же, по моему мнению. Мы меняем химию человека. Так, ну что, поговорим в общей сложности про футбол. Как вы считаете, молодежный футбол сейчас, в каком состоянии, к чему он идет, и что вы можете... Знаете, я очень... Я хотел бы сказать про инициативу РФС за последние годы. Вот это созданная ЮФЛ, молодежная лига, да, то есть она очень большой, дает бурст вообще к развитию молодежи. То есть ребята намного проще стало о себе заявить. Если раньше это как бы молодежка, это была проблемная зона, потому что они еще не, скажем, доросли до основной, командой, и им тяжело конкурировать с людьми уже опытными, да, кто играет всю жизнь в футбол, или легионерами, которые приехали зарабатывать деньги здесь. Вы понимаете, да, у людей семьи, кредиты и все дела, и вот ты молодой сюда пришел, сейчас я тебе свое место в составе, что ли, уступлю. Да ты должен быть семи пядей во лбу, физически два раза меня лучше, а вообще и тренеру нравится, чтобы у тебя хоть шанс хоть какой-то тут был. Понимаете, да, что я говорю? То есть суть в чем, то, что чтобы пробиться, чтобы пробиться, в любом случае нужно стараться, но сейчас для этого возможности стало больше. Российский футбольный союз работает в этом направлении, очень серьезно работает. То есть вот я как раз хотела спросить про вот этот вот шанс. Как сейчас, в наше время, когда нас окружают, по сути, легенды, как перейти, будет ли у нас второй Месси, второй Роналду, вот такие легенды. Можно ли взрастить вот таких вот? Ну, я вам скажу так, то, что нельзя думать, то, что их нет. Они есть. Вопрос в том, то, что как этот алмаз огранить и довести до самого пика. Ведь Лил Месси, там, 14 лет, когда он ему был, он столкнулся с заболеванием дефицита роста. Он должен был ростом быть, там, метр тридцать или, там, метр сорок. В общем, у него, ему врачи как бы ограничили его рост. То есть с таким ростом, конечно же, никакого шанса у него ни в каком бы спорте не было. Ну, конечно. Его взяла с собой Барселона, и эта Барселона как бы выкормила его, поверила в него, дала ему, как бы, можно сказать, второй шанс. Ну, вот здесь важно, да, тренерская работа. Поддержка на каждом уровне взросления. Вот так я бы сказал. Да. Если тебя увидели и до конца довели, тогда... Поддержка должна быть в любом случае. Вот тренер вот это должен понять. То, что мы должны их дальше толкнуть. Не надо думать, что это наша собственность, что вот это мои, никому не отдам. Мы должны их толкнуть дальше, чтобы они росли. Если ты видишь, что-то не можешь уже на уровне своего клуба, на уровне, ну, своего уровня, да, дать ребенку что-то, отдавай его дальше. Это часто есть такая проблема? Нет, пусть он у меня будет. Они же мне платят там, туда-сюда. Зачем мне отдавать? Пусть играют, командчик хороший. А если ребенок тебя уже перерос, отдавай его дальше. Пусть он растет, может быть, он действительно где-нибудь заиграет, попадет в какую-то команду. Вот о чем я говорю. То, что... Была такая фраза, и говорил об этом Гус Хидинг, тот самый тренер, который добился максимальных результатов с нашей сборной за последнее время. Что там, не говорите, но его команда играла в атакующий интересный футбол. И вот он сказал такую фразу, то, что, друзья, пока вы не поймете, что у вас молодые тренеры и более опытные тренеры в одной лодке сидят, в одной лодке, вы в одну сторону гребете, в сторону развития футбола, и будете друг другу палки в колеса вставлять, как говорится, пока я здесь, этого молодого здесь не будет, или о-о-о, этот старый фердун, что ты там рассказываешь, да мне? Пока вот эта будет ситуация, никакого развития не будет. Вы гребете в одну сторону, в одной лодке. И это самая главная наша проблема. Нам объединиться нужно в футболе. Тогда будет очень серьезное развитие, серьезный борт. Русские люди всегда добиваются очень серьезных результатов, когда объединяются. Русские, да, если они настроятся, они сильны. Это очень важно. РФС делает большие шаги к этому, но работы еще очень много. То есть, по сути, мы ждем, вот уже, наверное, ждем, да, ждем. Десяток, второй у нас появится в России, поэссо-второму аналду, да? Да я уверен, что он уже где-то есть. Уже где-то есть. Его вопрос в том, что его надо довести дальше. Вот как раз перевести его из молодежного во взрослый футбол. А как это сделать? А доверить? Переход. Доверить, да, чтобы тренер доверил. Где-то, например, где-то, например, может быть, даже за счет того, что результат будет хуже. Хуже будет результат. Но эти парни вырастут. Он тяжелый. Эти парни вырастут. Да, то есть, поверить ребят нам. Молодежь, она растет, а ветераны стареют. Никуда ты от этого не денешься. Вот и все. Они все равно вырастут, они все равно в будущее. Что ты сейчас в них заложишь, что ты им дашь, в первую очередь, психологически. Вот мы же о психологии сегодня стараемся, как-то пытаемся поговорить, но все равно. В первую очередь, что у них будет в голове? Мы говорим о том, что важно при приеме в академию, что должна быть сумасшедшая техника, какие-то там сумасшедшие способности. А вот так смотришь, важна, что активность, определенные физические качества данные, конечно, но еще и понимание игры. Ты должен понимать, что на поле делать. Ну, то есть, по сути говоря, если ты выходишь на поле, у тебя классные показатели физические, ты быстрее всех бегаешь, и термины пинания мяча, я не знаю, но там щеточка и прочее, все это хорошо развито. Но вот у футболиста нет понимания вот площадки в голове. Это воспитывается? Это воспитывается с трудом, потом, очень трудно, через книги, через само такое, само меняние, очень серьезное. Но и то, это единицы могут до этого дойти. Вообще, в принципе, это все должно закладываться в детской школе. То есть, если ты однобойкий футболист, если у тебя есть только физические показатели, по сути, ты тормознешь на каком-то молодом... Ну, конечно. Ты тормознешь на своем уровне, пока у тебя силы есть. Как говорится, ну, бери больше и кидай дальше. Пока бежишь? Да, один товарищ закончил с футболом. Я спросил, он еще мог бы играть. Я говорю, а что ты закончил? Что, травма, ноги? Да нет, говорит. И сейчас такая фраза будет, вам будет весело. Он ответил мне, цитирую, устал бегать, как слепая лошадь. Точка. Точка. О чем это? Это о том, что тренер требовал от него, когда он добегал до углового флажка. Ты шоры, да? То есть, он видел, надо подавать. А кто там? А уже все, забрало, падает. Ты бежишь и бежишь, зато я лучше всех бегаю, у меня лучшие показатели в команде. Вот это, да. Да. А игра командная, здесь важно то, как ты с товарищем взаимодействуешь. Как ты с ним взаимодействуешь в любом эпизоде. Да. Спасибо большое, Евгений Эдуардович, за нашу психологическую такую беседу. Очень увлекательно. Еще раз вас поблагодарю за то, что вы пришли к нам. А я еще раз напомню, у нас в гостях был вице-президент Федерации футбола и тренер Евгений Сорокин. Это были новости спорта. С вами была Лада Дудко.